Всего хорошего. Так, коллеги, здравствуйте. С наступающими праздниками. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, праздники будут приличные. И погода должна быть хорошая. Ладно. Начнем с вашего позволения. Как это? Семеро одного не ждут, да? Значит, мы с вами рассмотрели те самые принципы обработки информации в колонках коры, реализующих структурный анализ. И в ламеле гиппокампа, которых формируются шаблоны ситуаций, как комбинации образов событий, разной сложности, разных модальностей. Ну, в данном случае слуховой вербальной модальности пространстве и во времени. И было показано в свое время, что и вот эти словари образов событий разных модальностей, разных уровней составляют модель мира заданной модальности. Хотя в совокупности все эти словари составляют модель мира как таковую. С одной стороны, а с другой стороны, поскольку в шаблонах ситуаций комбинируются элементы этих словарей. И шаблоны ситуации исчерпывают, по существу, наше представление о мире, сегментированном этими ситуациями, сегментированном этими шаблонами ситуаций. То и множество шаблонов ситуаций составляет в совокупности их, составляет модель мира. Ту же самую, по существу, просто с разных сторон наблюдаемую. И вот если мы говорили в прошлый раз, рассматривали эти принципы на примере организации слухового вербального анализатора человека, рассмотрели его структуру, ну или архитектуру, если хотите, рассмотрели информатику, рассмотрели модели слухового вербального анализа как основной интеллектуальной функции человека, которая реализуется в современных прикладных системах, то дальше необходимо, как пример, как пример вот этой самой структурной обработки с организацией шаблонов ситуаций. Ну и если помните, мы даже пытались говорить немножко о целенаправленном поведении. Но одна модальность не исчерпывает представление о мире. Более того, она на самом деле оказывается достаточно убогой, хотя и удобной для манипулирования. Убогой в том смысле, что попробуйте объяснить слепому, что такое Солнце. Ну, не знаю. Вот. И поэтому у человека более одного органа чувств. И поэтому, чтобы понять, как эти органы чувств взаимодействуют, формируя единое многомодальное представление, значит, мы должны рассмотреть какой-то экстралингвистический, какую-то экстралингвистическую модальность, какой-то экстралингвистический анализатор. Так. Презентация видна, да? Экран виден. Лекция номер восемь. Да, все видно. Зрекализатор человека. Очень хорошо. И вот в качестве такой экстралингвистической модальности мы рассмотрим зрительную модальность. На самом деле, вот, все модальности человека исключительно разнообразны, исключительно интересны, отличаются друг от друга. Вот мы говорим об экстралингвистической модели мира. И, казалось бы, зрительный анализатор, ну, дает многое для понимания того, как эта модель работает. Действительно, 90% информации в мозг поступает посредством, ну, через зрительный анализатор посредством глаз. Однако, он дистальный, и потому не точно мерит расстояние. А кроме того, 2D-представление 3D-картинки, 3D-мира, приводит к неоднозначности трактовки этого представления. Объекты загораживают друг друга, и потому трекирование одного и того же объекта, ну, прерывается, затрудняется. Вот таким способом отображения. У человека существуют и другие анализаторы. Например, самотосенсорный, который, не будучи дистальным, да, вы на расстоянии вытянутой руки можете, а дальше нет. Но зато он физичен. То есть, вот самотосенсорный анализатор, который включает в себя представление тела человека, он собирает все представления разных модальностей в единое целое. Не случайно, я вам, возможно, говорил об этом, а если нет, то, значит, таламус является такой моделью тела человека. Вот именно на таламус отображается все, и там как бы формируется представление, которое... Таламус – это инструмент, формирующий механизм внимания. Но по существу можно понять, вот как эта самая модель тела человека формируется в таламусе. Вы смотрите там в окно, там прыгает по ветке воробушек. Вот он прыгает, прыгает, вы поворачиваете сначала оси глаз, потом голову поворачиваете, вы не задумываетесь об этом, это происходит естественным образом, за счет вот этой сформированной в таламусе модели. Потом вы поворачиваетесь корпусом, а воробушек из поля зрения уходит, и вы переступаете, чтобы дальше наблюдать, причем вы делаете это совершенно естественно, так же, как вы говорите, так же, как все остальное. Вот. Но тем не менее. К чему я это? То есть экстралингвистический анализатор не столь прост, как может показаться на первый взгляд. Соматосенсорный анализатор существенно отличается от зрительного анализатора. И мы не будем его на самом деле рассматривать. Он попроще, чем зрительный. Мы не будем его сами рассматривать, у нас просто на это времени не будет. Вот. Поэтому все экстралингвистические модальности мы как бы соберем в единое представление, и более того, мы попробуем на примере зрительного анализатора, как самого сложного экстралингвистического анализатора, попытаться понять, что там происходит. И, кстати сказать, когда вы поймете, как он устроен, соотнесете его со слуховым, теперь уже вербальным анализатором. Зрительный есть и вербальный анализатор. И когда мы с вами познакомимся со зрительным анализатором как экстралингвистическим анализатором, вы поймете, как анализируется и представление текста, написанного текста или напечатанного текста. Ну, ладно. Тем не менее, вот все эти слова были необходимы, чтобы показать, как вписывается зрительный анализ в общую систему представлений в сознании человека. К сожалению, вот два модуля слишком мало времени для того, чтобы даже приблизительно представить себе, что происходит, какая обработка информации осуществляется в сознании человека. Но не будем сетовать. Давайте, так это, идущий до осили дорогу. Начну я, в общем, с вещей вам известных, собственно говоря, ну, тем не менее, чтобы восстановить полностью логику. Значит, итак, в колонках коры полушарий большого мозга формируются представления словари образов событий, иерархии словарей образов событий разных модальностей, в том числе в зрительной коре формируются словари представлений зрительной информации. Гиппокамп участвует в формировании ситуаций, причем, ну, не буду про доминантный, субдоминантный гиппокамп сейчас говорить, ну, и таламус, наконец, который формирует механизм внимания, но заодно, вот так оно получается, в нем формирует человека, единое от тела. Зрительный анализ осуществляется в затылочной коре, первичная, вторичная, третичная проекционные зоны. Не буду сейчас про коммуникации на основе зрительного анализатора говорить, потом, если потребуется, мы к этому слайду вернемся. Давайте рассмотрим архитектуру зрительного анализатора. Заранее забегая вперед, собственно, я об этом тоже уже упоминал, но чтобы напомнить про эту особенность зрительного анализатора, значит, он, как водится, имеет две части. Сейчас я попытаюсь найти, нет, чего-то у меня здесь нет. Странно. Нет этой простенькой схемки зрительного анализатора, есть только картинка, который, ну, мозг, на которой, на которой, на которой, у которого удалены некоторые части, чтобы показать структуру анализатора. Что я хотел, собственно, сказать? Значит, зрительный анализатор делится на две части, сигнальная, сигнальная часть и символьная часть. Сигнальная обрабатывает сигналы, поступающие на сетчатку, а символьная сопоставляет этим представлением некоторые символы, с которыми в дальнейшем манипулирует. сигнальная часть реализуется до коры, а в корковом конце реализуется символьная часть обработки информации. И вот, собственно, что я вам хотел сказать. Сигнальная часть зрительного анализатора существенно по сложности отличается от, допустим, таковой же слухового анализатора, который существенно проще. Там основное, основная функция обработки, сигнальной обработки, это удаление шумов, ну, по возможности отстройка от шумов, от помех, увеличение динамического диапазона и усиление по контрасту. А вот зрительный анализатор имеет существенно отличные функции, и эти он включает тоже, но самое главное, значит, он приводит двухмерное представление к некоторой развертке. И вот эта развертка существенно отличается от развертки, допустим, в телевизионном кадре или там в видеокамере. Слева направо, сверху вниз единая строка такая длинная. Забегая вперед, скажу, как, не как, а что получается в результате. зрительный анализатор тоже рассматривает, очень далеко приходится сбегать вперед, тем не менее. Он делится на две части, теперь уже функционально. Это на грубый канал, на канал грубой обработки и канал точной обработки информации. Канал грубой обработки реализует всяческие автоматизмы, там вот пуля пролетела или вот махнули красной тряпкой перед быком и он озверел. Быстро движущиеся и ярко окрашенные объекты привлекают внимание зрительного анализатора в первую очередь и это осуществляет грубый канал обработки. Он же осуществляет все те функции, о которых я сказал, вплоть до увеличения динамического диапазона, выравнивания там по ну в свое время. А тонкий канал, канал светового зрения, канал инструментального зрения, он реализован в очень небольшой области геометрические сетчатки в центральной ямке, которая имеет размер несколько угловых градусов. То есть глаз, человек смотрит на мир через две замочные скважины, вот эти самые центральные ямки. Но чтобы, так скажем, видеть все, эти ямки сканируют изображение по точкам наибольшей информативности, причем переход от точки к точке обуславливается условиями постановки задачи, условиями предыдущего обучения человека. а для этого еще грубый канал осуществляет сегментацию изображений на отдельные фрагменты, выделенные контурами, фрагменты заполненные однообразно, единообразной текстурой, цвет тоже является текстурой. И вот точки перегиба контура этих областей и сканируются с помощью канала грубой обработки, то есть вот эти, эта центральная ямка, она сканирует точки перегиба контура и по существу вместо вот этой слева направо сверху вниз развертки происходит анализ только той части изображений, которые отсегментированы на изображении. И самое главное, то есть мы избегаем необходимости обрабатывать большой объем ненужной совершенно информации, да, вот слева направо, сверху вниз, а вместо этого по контуру обошелся и все. Но главное, что если вам что-то непонятно в этом контуре, то вы можете его обходить столько раз, сколько нужно, чтобы понять, что же там непонятное. Вот этим глаз человека отличается от тупых механизмов современного технического зрения. Что-то я много наговорил, ну ладно, архитектура зрительного анализатора таким образом включает в себя периферию, это глазные яблоки, дно которых выстелено сетчаткой. Сетчатка, мы про нее поговорим отдельно, попозже. Зрительный нерв, это аксоны ганглиозных клеток. Сетчатка шестислойная, вот ганглиозные клетки сетчатки, их аксоны образуют зрительный нерв. В отличие от слухового нерва, в котором всего лишь 30 тысяч аксонов волокон нервных, в зрительном нерве более миллиона волокон, и из этого можно сделать вывод об объеме информации, которая поступает в мозг в рамках зрительного анализатора. Вот здесь происходит перекрещивание каналов, потом мы поговорим и об этом. То есть каждое полуполе зрения проецируется в свое полушарие обоих глаз. И дальше здесь так называемое латеральное коленчатое тело, это пипочка на таламусе, где собственно происходит усиление контрастов, по контрасту изображения. И оттуда радиациями информация поступает в 17-е проекционное поле зрительной коры, затылочной коры. Архитектура чрезвычайно проста, даже проще, чем у слухового анализатора, у которого переключающих ядер там 6 штук по пути. Правда, если не брать во внимание то, что сетчатка шестислойная сетчатка, 6 слоев нервных клеток, разных причем, да, и еще то, что глаза двигаются, то есть они активно перемещаются по изображению, в отличие от ушей. Кто-то из вас может быть умеет двигать ушами, я вот умел когда-то, сейчас не знаю, могу подвигать или нет. Кошка двигает ушной раковин и поворачивает ее на 180 градусов, но это внутреннее, это самая периферия, хотя направление на источник звука таким образом выявляется. вот, но глаз позволяет вот в силу своей активности двигательной позволяет сканировать изображение и это очень важно. Ну, про архитектуру мы поговорили, но вот можно посмотреть на другие проекции, вот это хиазмы, где перекрещивается, значит, информация от разных полуполей поступает в разные полушария, свое полуполе в свое полушарие, то есть информация отсюда сюда, а отсюда идет сюда. Зачем? Спасибо. Дистальный анализатор как дистальный анализатор он удобен, потому что не требует приближения, не требует лишней активности двигательной для получения информации, но он менее точен и в любом случае требует необходимой функции получения информации о расстоянии до объекта. И вот стереозрение это механизм, который с одной стороны базируется вот на том, что в одном полуполе, в одной полушарии проецируются два полуполя зрения, наблюдающие изображения со стереобазой, ну и кроме того, еще виргенция осей глаз, угол между осями, когда мы смотрим на кончик носа, то угол сейчас я соображу максимальный, да, а когда мы смотрим вдаль, то угол нулевой, то есть оси глаз параллельно. И ну что еще сказать? Ну вот все в общем-то если говорить о стереозрении, то как я уже сказал, за счет стереобазы возникает различие на периферии изображения, поскольку две полу... извините, два полуполя зрения проецируются в свое полушарие, два полуполя зрения двух глаз одноименных полуполей зрения проецируются в одно полушарие, проекции накладываются друг на друга и различия по краям этих наложенных проекций, так называемая диспаратность, она позволяет оценить расстояние до объекта. Ну и второе, вот угол осей зрения, который виргирует на конкретный объект. Слушайте, я вам морочил голову, вот эта схема. и хорошо. Значит, итак, глазные яблоки, сетчатка, два полупучка зрительного нерва, где перекрещиваются и не перекрещиваются латеральное коленчатое тело и зрительная кора. Очень хорошо. Глаз активный анализатор, то есть мышцы, которые прикреплены к глазному яблоку, четыре группы мышц, они позволяют совершать самые разнообразные движения глазного яблока сверху, вниз, снизу, но по вертикали, по горизонтали, значит, из угла в угол, вращательные движения. Потом мы еще поговорим о том, какие типы движений совершает глазное яблоко, что очень важно, кстати, сказать при восприятии изображений. Коллеги, вот хочу вопрос вам задать. Обычно про слуховой аппарат человека более-менее знают студенты, ну, по крайней мере, как устроено внутреннее ухо. Что в коре происходит, конечно, мало кто представляет. А вот то, что глаз такой сложный инструмент, вам было известно, или это нечто неожиданное для вас? Ну, откликнитесь. Ну, можно сказать, что с биологией было сложно. Понятно. Понятно. Хорошо. Ладно, продолжим. Глаз, на самом деле, действительно очень сложный инструмент. Вот при кажущейся простоте зрительного анализатора только глаз, да, только глазное яблоко, оно превосходит на порядок сложность кортиевого органа, слухового анализатора, периферии слухового анализатора. Значит, сетчатка выстилает внутреннюю поверхность глазного яблока. Вот в этом месте аксоны ганглиозных клеток формируют зрительный нерв, и в этом месте сетчатки нет, то есть это так называемое слепое пятно. Я не буду о подробностях чисто физических обработки информации в глазном яблоке. Значит, талик фокусирует изображение на сетчатке, он меняет кривизну, и кстати, и это тоже третий механизм, который учитывается при выявлении расстояния до объекта. Это диспаратность, это виргенция осей и кривизна хрусталика. Изображение проецируется на сетчатку, и разрез сетчатки. Она шестислойна. Здесь это более очевидно. Свет поступает, ганглиозные клетки, аксоны которых формируют зрительный нерв, ближе всего, к поступающему потоку. А собственно, сенсорные клетки, колбочки и палочки находятся, они примыкают непосредственно к поверхности глазного яблока. там слой капилляров, который снабжает их, они больше всего энергии потребляют, и вот слой капилляров снабжает их потребной энергией. Вот здесь условно палочки и одна колбочка, толстенькая колбочка, тоненькие палочки. Но на самом деле в центральной ямка, как я сказал, зрительный анализатор делится на две части, это грубый канал и канал точной обработки. И вот центральная ямка, куда проецируется ортогонально изображение, вот здесь где-то, несколько угловых градусов, там преобладают колбочки. Они различаются по цвету, красные, зеленые и синие. Вот так как-то выглядят диаграммы восприятия, да, максимум, ну, сами видите, это в нанометрах. Ну, или вот так вот как-то, но это периферическая часть сетчатки, здесь преимущественно палочки. информация воспринимается вот этими палочками и колбочками, здесь родопсин, как химическое вещество, которое опосредует преобразование света в конечном итоге в электрический импульс. Вот эти промежуточные слои нейронов необходимы для того, чтобы объединить разные каналы по возможности в один. То есть ганглиозная клетка учитывает воздействие на колбочки всех трех типов по существу. И несмотря на это, глаз является чрезвычайно тонким анализатором. Не поверите, квант света, один единственный квант света улавливается сетчаткой. То есть она реагирует на появление единственного кванта. Квант это элементарная чтица, которая там возникает при переходе электрона с одной орбиты с более высокой на более низкую в определенных ситуациях. Я давно физику изучал, в чем я учился на специальности атомной станции. Первое мое образование. То есть я это когда-то знал достаточно хорошо, но сейчас так это все повыветрилось. Но квант это самая маленькая частичка энергии. И вот глаз улавливает квант света. но не будем останавливаться на этом. Интересно рассмотреть некую структуру, которая называется рецептивным полем. под рецептивным полем понимается некая архитектура из вот всех этих нейронов, но рассматривается на самом деле нейрон первичной проекционной коры зрительной 17-го поля. То есть нейрон зрительной коры смотрит на мир через вот эти структуры следующим образом. есть два типа простых рецептивных полей. Нейроны первичной проекционной коры имеют простые рецептивные поля. Такой нейрон, такое рецептивное поле устроено следующим образом. Наблюдается либо яркая серединка и темная периферия, либо темная серединка и яркая периферия. Вот два типа, они называются он и офф нейроны. Значит, вот этот он, а это офф нейрон. Это вас ни к чему не обязывает, просто имейте ввиду, что вот есть два типа простых рецептивных полей. я очень грубо интерпретирую, но тем не менее можно утверждать, что вторичное проекционное поле зрительной коры состоит из нейронов, которые имеют сложные рецептивные поля. Сложные рецептивные поля вторичного проекционного поля 18 состоят внизу из простых рецептивных полей. И на этой картинке в общем можно это видеть. Вот два простых рецептивных поля, а сложное отражает следующее представление. Это граница между темным и светлым. Ну, на некотором на некоторой площади. И вот это сложное рецептивное поле. А вот есть еще так называемые сверхсложные рецептивные поля. Сверхсложные рецептивные поля это рецептивные поля нейронов третичной проекционной коры, зрительной коры поля 19 и им можно приписать характеристики возможно я упоминал это так называемого нейрона бабушки. Но только в терминах зрительного анализа. Нейрон бабушки может реагировать на все там на любые сенсорные модальности и на звук и на изображение и там все остальные органы чувств работают. А в зрительной коре только на зрительное представление бабушки. Но что это такое? Нейроны 19 проекционного поля опять же это очень грубая на самом деле интерпретация там значительно более тонкие механизмы но тем не менее нейроны имеющие сверхсложные рецептивные поля реагируют на сложные изображения. На одно реагируют но другое не реагируют. И вот можно попытаться найти нейрон который реагирует на появление бабушки в вашем поле зрения. Вот это как бы сверхсложные рецептивные поля. Вот поговорим теперь чуть-чуть о более общих представлениях об обработке информации в зрительном анализаторе. Пока мы посмотрели только на такие подробности которые позволяют понять что же там происходит. А вот теперь рассмотрим различия грубого и тонкого канала обработки информации зрительной информации. А вот теперь это очень явно проявится. Несмотря на то что в данном случае рассматривается мозг кролика не относитесь к этому к кролику с презрением. в каждом из нас сидят все те там начиная с простейших и кончая высшими приматами структуры которые имеют место быть вот в этих образованиях. Правда иногда эти структуры работают иначе чем в соответствующем месте ряда вот этого эволюционного ряда. Но тем не менее эти структуры все равно присутствуют. не буду там опять же вдаваться в подробности и вот представьте себе что это не кора кролика а что это мозг не кролика а мозг человека и там все то же самое все равно есть. О чем я хотел сказать. Вот это первичное проекционное поле ну если говорить о человеке то это поле 17 да и вот розовым представлена поверхность на которую проецируется периферия сетчатки а периферия это все что не центральная ямка которая всего несколько угловых градусов а вот то что белое это то куда проецируется центральная ямка и это 90% поверхности первичного проекционного поля то есть по существу вот это величина площади поверхности которая отведена под колонки где осуществляется структурная обработка с формированием словарей образов событий разной сложности я к этому сейчас подведу она и занимает большую часть поверхности первичной проекционной зоны зрительной коры ну вот то же самое только в объеме ну или вот то же самое да только в объеме ну вот про структуру мы поговорили достаточно подробно а теперь поговорим про функциональность это то как представлено в первичной проекционной зрительной коре правда кошки вот образы событий то есть мы с вами говорили о том что анализатор делится на две части это сигнальная обработка и символьная обработка когда мы говорили о слуховой вербальной коре то сигнальная обработка это выявление структуры звуков а символьная обработка это соотнесение этой структуре звуков конкретных символов там фонетических значков и дальше работа уже с комбинациями этих фонетических значков и вот ровно то же самое мы можем наблюдать и в зрительной коре вот этот уровень первичной проекционной коры поле семнадцатую человека а там то же самое происходит это вот те самые но правда здесь извините я про первичную говорил что там простые рецептивные поля а у кошки в первичной уже сложные рецептивные поля да то есть словом словаря является отрезок прямой под разным углом наклоненный горизонту а это из книжки Хьюбеля глаз и зрение мозг и зрение по-моему а не помню как она называется а тут был еще один рисунок вот я жалею что я его сюда не поместил а вот нейроны бабушки у кошки во вторичной проекционной коре из этих отрезков формируется силуэт лежащей кошки который вполне себе так скажем распознается но поговорим о том что же происходит теперь уже в символьной части зрительного анализатора все эти вот построения они конечно правильные но их надо интерпретировать а для того чтобы поговорить а на это у нас времени с вами нет а для того чтобы поговорить в дальнейшем о функциональности теперь уже нет все равно и грубого и тонкого каналов значит мы должны поговорить сначала о зрительно-глазо-двигательной системе вот зрительно-глазо-двигательная система я просто взял эту схему не буду я ее вам тоже пытаться интерпретировать это не так просто зрительно-анализатор чрезвычайно сложен несмотря на кажущуюся простоту но самое главное что вот эта вот глазодвигательная система она реализует четыре типа движений эти движения от простейших вот перемещения оси глаза там вертикально горизонтально я могу и вы можете если хотите там повращать глазами да и ничто вам не запрещает это сделать это вот на этом уровне нет виноват это-то как раз только составная часть а вот на втором уровне действительно формируются уже какие-то значит осмысленные перемещения причем те которые можно осуществить волевым усилием ну вот хотя бы вергентные да я посмотрел на кончик пальца который передо мной или я посмотрел на там далеко отстоящий там я не знаю столб а вот и эти движения они более-менее понятные третий уровень это соотнесение движений глаз с учетом движений головы и тела помните про воробейчика да который прыгает по ветке и это уже с участием таламуса и четвертый уровень это произвольное движение я смотрю туда куда хочу смотреть и вот здесь выделяются две два уровня внимания переднее внимание и заднее внимание дело в том что и эти два уровня внимания они они рецепрокны то есть либо одно либо другое вот если заднее внимание то оно не управляется волей то есть вы там ну я не знаю сидите в схроне на вершине дерева с луком и ждете когда лев появится вы не знаете откуда он придет приблизительно представляете да и вот заднее внимание у вас напряжено вы ждете появления льва а вот переднее внимание значит в угол на нос на предмет там в свое время благородных девиц учили что нельзя смотреть на входящего юношу в лоб да это неприлично надо посмотреть в угол потом на нос и потом только на предмет вот это произвольное внимание переднее внимание но и это еще не все не устали слушать меня да нет интересно да конечно да очень хорошо существует еще два вида движения глаз о которых здесь вообще говоря не говорится это так называемые саккады и тремор саккады это движение от точки фокусировки вниз вправо на достаточно большое расстояние движение точки фиксации взгляда в течение некоторого времени с последующим мгновенным возвратом в точку фиксации взгляда это этот тип движений появился вследствие особенностей работы нервной системы нервная система работает таким образом что постоянно действующий раздражитель постепенно перестает влиять и действительно проводились эксперименты там фиксировалось ну с использованием зеркальца которая крепится на поверхности глазного яблока на сетчатку подавали изображение которое постоянно было независимо от движения глаз постоянно проецировалось в одну и ту же область сетчатки и наблюдалось следующее что вот изображение постепенно выгорало да где-то пропадало где-то возникало снова то есть вот это вот сакадические движения они необходимы чтобы совместить так скажем необходимость анализа изображений с конкретными механизмами нервной системы вот нейроны таковые ничего другого поделать нельзя вот это их природа такая хотя на самом деле это используется я это покажу с целью получения дополнительной информации то есть когда взгляд перемещается вниз вправо на достаточно приличное расстояние а мы смотрим на мир через замочную скважину то это замочная скважина осматривает некую окрестность по существу пусть это такая специфическая окрестность но тем не менее то есть это не просто точка информативности наибольшей информативности на которой мы фиксируем взгляд а это и некоторая ее окрестность а еще тремор а тремор это быстрые перемещения точки фиксации взгляда ортогонально вот этой вот направлению саккады то есть саккада вниз вправо а еще мелкие такие вот быстрые движения небольшой амплитуды но высокой частоты значит ортогонально этому перемещению то есть мало того что мы смотрим вот этой вот замочной скважиной по пути движения да по направлению саккады а еще и расширяем эту область то есть мы действительно рассматриваем не просто точку фиксации взгляда не только область наибольшей информативности но еще и некоторую ее окрестность и вот в результате причем все это происходит с переходом от вот двумерного представления к одномерному по существу да то есть мы сканируем точки наибольшей информативности при этом значит по пути осуществляется сакадическое движение да еще и тремор и вот эта вот сложная траектория она рассматривает изображения весьма специфические вот но тем не менее эти точки выбираются не случайно они выбираются исходя из конфигурации объектов мира в котором мы живем да которым мы которыми мы манипулируем которым мы манипулируем то есть вот повторы они не случайны оказываются повторы эти в конечном итоге вот этой длинной строки длинной последовательности кодовой при осмотре одного единственного кадра например да а еще и во времени развернутые это кодовая последовательность которая чем-то похожа на там услышанный на последовательность кодов звукотипов при прослушивании там текста романа Толстого война и мир а ровно такую же последовательность можно получить прочитывая этот текст романа война и мир правда обученный чтец не просто рассматривает отдельные буквы друг за другом да вот проходя по точкам наибольшей информативности там все собирается в компактное представление об этом мы отдельно тоже поговорим вот но во всяком случае чтение допустим текста это тоже на выходе некоторая кодовая последовательность в которой повторяются те же самые почему нам тексты интересные тексты естественного языка потому что там известны уровни представления известны уровни образующие единицы и вот когда мы читаем текст романа Толстого война и мир то мы значит там повторяются фрагменты соответствующие буквам символом алфавита знаком припинания отдельным слогом отдельным морфемом отдельным словам ну и далее вот все то о чем мы с вами уже говорили когда говорили про слуховой вербальный анализатор несколько слов о различии вот теперь уместно вспомнить ту схему которую мы с вами пропустили в начале значит эта схема включает в себя ну такое очень общее представление о коммуникативном поведении но на основе некоторой структуры обработки информации вообще говоря в мозге человека и она включает в себя мы на одном коммуниканте значит если помните две модели мира у нас доминантного и субдоминантного полушарий да модель мира доминантного полушария включает в себя экстралингвистическую часть вот двоечка и языковую часть вот 3 и 6 это при анализе а это при синтезе а в субдоминантном полушарии языковой части нет поэтому там только экстралингвистическая вот единичка и вот собственно говоря об этом и пойдет речь дальше о различиях двух полушарий поскольку в доминантном полушарии представлена языковая модель мира в том числе модель языка на примере вот лингвистической модели где много уровней и на каждом уровне свои повторяющиеся элементы о них мы только что говорили в зрительном анализаторе есть ровно такие же уровни повторяющихся элементов если вы начинаете рассматривать изображение то вы на уровне там где это у нас вот здесь да на уровне там сложных рецептивных полей рассматриваете ну например вот отрезки прямой под разными углами наклоненные к горизонту да из которых собственно и собирается изображение но на самом деле они не исчерпывают всего словаря представлений там есть и точка там есть и сегмент дуги там есть перекрестья то есть не просто отрезки прямой а крестики разной формы х образные у образные т образные г образные уголок да в образные виктори и это уровень элементарных представлений они повторяются так или иначе комбинируясь в изображении затем выше можно себе представить как эти элементарные представления собираются в части объектов кружка это ручка обечайка и донышко да вот три элемента а объекты тоже повторяются на изображении стул он и здесь и там и еще где-то ну и наконец объекты собираются в сцену то есть вот мы видим по крайней мере четыре уровня представления их может быть и больше там все зависит от ситуации но и это еще не все значит ну вот мы имеем таким образом и для зрительного или для экстралингвистического анализатора точно такую же схему да вот анализатор собственно это сигнальная часть а это символьная здесь у нас простейшие представления и поехали вверх и поскольку мы говорим об экстралингвистическом анализаторе который включает себя помимо зрительного анализатора еще и самотосенсорный а туда же входит и 4D и 5D да то есть утверждают я правда в имаксе я был там где стерео и стереозвук да сильное воздействие ничего не скажешь но утверждают что уже есть и такие где там и стул трясется или не только стул трясется а еще и там дождик на голову сыплется то есть и 3 и 4D и 5D короче говоря экстралингвистический анализатор включает в себя все остальные помимо вербальной модальности но и это еще не все не устали коллеги я много вам 40 бочек арестантов наговорил сегодня нет нет ну хорошо а теперь поговорим про различия полушарий помните я говорил что в доминантном полушарии мы имеем языковую и экстралингвистическую модели а в субдоминантном мы имеем только экстралингвистическую модель так вот в доминантном полушарии мы имеем языковую часть модели мира и экстралингвистическую часть модели мира Мы придем к этому сегодня, я покажу, что экстралингвистическая часть модели мира на верхнем уровне представляет собой допустимую сочетаемость событий и объектов мира, которые представлены нам в этой экстралингвистической части. Так же, как в языковой части вот этот верхний уровень семантики представляет допустимую сочетаемость слов, но не слов, а корней, корневых основ слов. И та и другая, вот этот перечень пар, допустимых пар понятий объединяется в семантическую сеть, в однородную семантическую сеть. И таким образом мы имеем две однородных семантических сети, здесь языковую, а здесь экстралингвистическую. И нужно заметить, что, конечно, экстралингвистическое в силу подробности представления в терминах конкретных модальностей более детальное, более детальное, чем в языковой модели. Не все, что мы наблюдаем в мире, описано языком. Но мы, как правило, не замечаем того, что языком не описано. И об этом мы с вами тоже поговорим позже. Поэтому, на самом деле, мы имеем две семантические сети, которые являются изоморфными, как говорят математики, позволяют сформировать проекцию взаимно, однозначно и на. То есть в обе стороны. Сколько вершин в одной, столько вершин в другой. Сколько связей в одной, столько связей в другой. И вершине одной соответствует вершина другая. Понятно, да? То есть языковая и экстралингвистическая модели мира, как семантические сети, изоморфны. И таким образом они работают как единое представление. По ассоциации мы видим яблоко, мы готовы произнести слово яблоко. Мы говорим яблоко, и мы представляем себе яблоко. И это для левого, для доминантного полушария. Левого управшей. По этой причине модель мира в доминантном полушарии, экстралингвистическая модель мира в доминантном полушарии, очень развесиста. Она многоуровнева. Вы там никогда не смотрели, я не знаю, как это выглядит там у электронного микроскопа, хотя я имел возможность полюбопытствовать. У меня был знакомый, который имел несколько таких микроскопов, и можно было посмотреть, я никогда этим не пользовался. Но тем не менее, вот можно посмотреть, как там при формировании физической структуры микроэлектронного устройства с проектными нормами 3 нанометра, можно представить себе, как там атомы элементов соответствующих, да, вот выстраиваются. Я к чему это? Мы видим там издали человек выглядит, как там, я не знаю, вертикально вытянутый объект. Поближе он имеет там несколько частей, голова, там, туловище, ноги, руки. А они, в свою очередь, поближе делятся на части. В конечном итоге мы видим, что там нижняя часть руки – это кисть, где есть, собственно, пальцы еще, да, отдельный палец. А потом можно посмотреть внутрь там отдельного пальца и посмотреть, как он устроен. То есть вот эта иерархия, она многоуровневая. Это я в одну сторону, но можно и в другую смотреть, да. Мы можем в микроскоп, в телескоп посмотреть и увидеть там вплоть до там крабовидной туманности. А там еще и вся Вселенная, да. Но прочитать об этом не очень много, где удается. Там мне попадалась хорошая книжка про вот космос. А я не могу ее с тех пор найти, вот, хотя мне она очень понравилась. Я в метро видел, как кто-то там читал. Ну, такая хорошая книжка была. Короче говоря, вот это вот представление экстралингвистическое доминантного полушария, оно многоуровневое. Но поскольку о каждом уровне и о каждом представлении соответствующего уровня информации немного, то это представление схематично. Вот оно есть, оно формируется под воздействием социума. Где мы берем знания социализированные? В библиотеке, в интернете. В библиотеку уже никто не ходит. Хотя в Ленинке, в научном зале, очень хорошо. Когда-то я с удовольствием там проводил время. А в вестибюле там эти каменные бабы стоят. Если знаете, о чем идет речь. Как их в Средней Азии? Иштор называют. То есть, причем некоторые из них вот в Сирии, когда там были эти неудобства, там разбили скульптуру богини Иштар. Она там была в скафандре и в руках у нее был сосуд такой вот типа амфоры. Так вот, в Средней Азии эти самые каменные бабы двух видов. Значит, у одних чаша в руках так пиалка, а у других вот это вот как амфора. То есть, Иштар, а кстати, Индию ей отдали, по-моему, в управление. А через Индию Средняя Азия получила оттуда знания. Ну, это дальние такие вот рассуждения ни о чем. И это о доминантном полушарии. А вот теперь о субдоминантном полушарии. А в субдоминантном полушарии ситуация совершенно другая. Там языка нет, и никто вам ничего не говорит. И вы видите, что вот это и это и это деревья с одинаковыми листиками, наверное, это одно и то же. И это липа. А вот эти, вот эти и вот эти с другими листиками, а это, наверное, тополь. Но, наверное, и то, и другое дерево, потому что у них что-то очень похожее. Очень похожее, но очень сильно отличающееся от объекта к объекту. И вот большая вариативность в субдоминантном полушарии, где социум не влияет на восприятие, или очень опосредованно влияет на восприятие, приводит к тому, что иерархия представлений в субдоминантном полушарии, в экстралингвистической части модели мира, она очень проста. Она имеет только два уровня. Вы видите дерево, но вы знаете, вот это крона, а это ствол. Вот ровно это самое. А теперь поговорим про детали. Я вам сказал, что человек смотрит на мир через две замочные скважины. Но это не мешает ему этот мир очень детально и точно анализировать. Почему? А потому что есть у него грубый канал обработки информации, который делает следующее. Он выявляет вот эти самые области с одинаковой текстурой. Он их оконтуривает. И эти области сегментируют изображение, двумерное изображение трехмерной проекции мира, в котором мы живем. И последовательное исследование вот этих сегментов, которые представлены в шаблонах гиппокампа, все собирается воедино. как части целого, изменяющиеся во времени, да, и, собственно говоря, сегментируют мир. И тогда мы имеем, ну вот для там изображения креста, оконтуренного, да, поскольку текстура креста и фона различна, мы получаем вот такой вот, вот такой сегмент, да, вот такой, такой контур. и точки наибольшей информативности осматриваются, ну, наверное, так же точно слева направо, сверху вниз, да, вот мы идем от первой точки ко второй, к третьей, а еще и саккады, саккады и тремор. И вот в результате мы для каждой точки осматриваем некоторую окрестность, последовательно некоторую окрестность, причем она может осматриваться и не один раз, да, вот эта вот последовательность может длиться столько, сколько нужно. И переходим от точки к точке в зависимости от того, какой вид имеет контур сегмента в данный момент анализируем. И тогда в зависимости от поставленной задачи и на конкретных экспериментах это было показано, рассматриваются эти точки первое, еще раз, в зависимости от постановки задачи, второе, от привычной, то есть от предыдущего обучения, да, от привычной последовательности обхода контуров известных изображений, ну, а если нет ни того, ни другого, то каким-то произвольным образом вот слева направо, сверху вниз, да, грубо говоря. Например, если мы рассматриваем изображение лица человека, то мы миллионы лиц наблюдаем в течение своей жизни и знаем, что наиболее, ну, не знаем, а статистически это, так скажем, сформировалось, что глаза, нос и рот действительно важны для исследования. А на самом деле, если кто-нибудь фотографией когда-нибудь занимался, то может заметить, что расфокусированное изображение лица дает нам ровно эти четыре точки, вот все не резко, но четыре темных точки глаза, кончик носа и рот. И вот при осмотре лица процедура вот этого сканирования точек наибольшей информативности, перегиба контура фактически, но здесь перегиба контура нет, здесь вот эти четыре точки, да, все остальное бледненькое, а вот темные точки глаза, нос и рот, ну и иногда по контуру, очень редко уши. Это если мы рассматриваем изображение лица человека, а в каком-то другом случае, вот мишки в сосновом лесу, да, ну нет, это утро в сосновом лесу Шишкина, здесь есть две части информационные, одна фон, это дерево, это лес, а другая это вот некие движущиеся объекты, которые привлекают внимание, ну своим движением в частности, и если посмотреть, да, эксперимент был поставлен так, значит, опять же, на глазное яблоко крепилось зеркальце, туда луч света, и направление взгляда отслеживалось на фото пленке, ну сейчас, наверное, по-другому можно было сделать, но суть такова, ровно, да, то есть, вот это по существу траектория осмотра изображения, траектория фиксации точек взгляда, ну и здесь то же самое, и вот можно видеть, что на этом изображении утро в сосновом лесу, значит, здесь две части, первая, это вертикали, да, это известная нам, то есть, это лес, мы знаем, что это лес, и потому осматриваем деревья так, как они есть, вертикально, и вторая часть, это вот эти вот самые фигурки медвежат и медведицы, здесь траектории сложнее, значительно сложнее, почему? ну не сразу издали, можно на вот, ну там на картине они побольше, и там понятно, что это медведица и медвежата, но и тем не менее, значит, они вызывают, ну по разным, видимо, причинам, я не знаю, почему вот такое внимание к этим объектам, может быть, потому что это дикие животные, с которыми мы не привыкли сталкиваться там в естественной обстановке, не берусь не интерпретировать, так скажем, отношение к постановке задачи, но суть, тем не менее, такова, вот эти вот множественные наблюдения, перемещения взгляда по этим фигуркам, значит, говорят о том, что это две разных постановки задачи, и на этом я кое-чего уточню, они не случайно так много фиксируются на этих фигурках, они рассматриваются столько времени, сколько нужно, чтобы понять, что к чему, то есть, если здесь все понятно сразу, там по одному разу прошлись, и больше нечего смотреть, а вот здесь мы должны смотреть столько, сколько нужно, может быть, это относится к заднему и переднему вниманию, вот это вот заднее внимание, да, это понятно, фон, мы в лесу, а вот это переднее внимание, мы очень заинтересованы в том, чтобы понять, что это такое, И вот когда мы понимаем, все как бы заканчивается. Значит, коллеги, дальше я перейду на следующем занятии к формализации этого предмета. А сегодня мы на этом, наверное, и заканчиваем. Тогда спасибо за внимание. Можете задать вопросы, если таковые у вас имеются. Не слышу дружных криков радости. А что-то нас очень немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, девять так девять. Тогда, наверное, все. Спасибо за внимание, да? До свидания. Спасибо. Вопросов нет, да? Да, да.